Алексей Владимирович, вам горячий пламенный привет. Я записал схватку черных колесов, обязательно пришлю. Питерское отделение работает в полную силу вообще. Идем уверенными шагами вперед. При производстве этого ток-шоу используется свежее говно. А оно, конечно, веса не большого, зато легко пробьет любое дно. Доброго. Времени мало, поэтому этот выпуск неожиданно я буду делать буквально на бегу. Ну, не хватает времени старику. То тренировки, то еще какая-нибудь морока. Ну, там, сами понимаете, сабес, поликлиника, скидки в пятерочки для пенсионеров. Собственно, туда я отправляюсь. По пути буду записывать вам свежие новости. А новостей сегодня, как всегда, громадье. Ну, не то, чтобы громадье, как на каналах настоящего телевидения, но у нас их тоже хватает. За отчетный период, например, прошел пилотный выпуск нового профессионального грэпплинг-промоушена от арабов ADXC. Об этом позже. Михаил Панков решил доказать, что бразильское джиу-джитсу нифига не мягкое искусство. И поэтому с Дмитрием Бушневым они провели, ну, очень необычный семинар по бразильскому джиу-джитсу с элементами граунд-эн-паунда. Почему, собственно, этот семинар делается? Да, такое немягкое джиу-джитсу, я его назову, когда это видео выйдет. Во-первых, просто патрулить людей, потому что, ну, джиу все носят, вот, мягкое искусство, мягкое искусство, полное, ну, полное, это херня, да, как бы, нормальный контактный спорт. В нормальном контакте спорта, ну, как, в какой-то момент могут люди подраться, да, друг разнести лицо. Когда люди говорят, что спорт, это вот только, чтобы делать хорошо, и навыки на улице применять нельзя. Ну, ребят, 90-е не так давно были, и все спортсмены, как бы, пошли, ну, не в детские садики преподавать, они пошли на улице. Поэтому, ну, спорт, это нормальная жестокая тема, мы все-таки занимаемся нанесением, как бы, увечений, насилия, да, ходить добровольно. Поэтому я считаю, что нужно в эту тему, и надо все-таки добавлять удары руками, чтобы показывать, что мы не только в партере бороться можем, мы можем брать захваты, а можем еще бить. Появление видео-версии этого семинара в открытом доступе будет зависеть исключительно от количества времени, которое у меня будет в ближайшие дни. Но, опять же, искренне верю, что в ближайшие дни я все-таки сяду и смонтирую это прекрасное видео. А вы, собственно, сможете насладиться и поспорить в комментах, мягкое ли искусство бразильское джиу-джитсу, или нифига не мягкое. На секунду прервемся. Если вы хотите актуализировать свою джиу-джитсу и поднимать его на более высокий уровень, то у нас для вас есть отличное предложение, позволяющее ежедневно получать рекомендации Андреа Гальбао и других топовых инструкторов штаб-квартиры Атос в Сан-Диего. Мы создали прекрасный проект, в котором вы можете практически ежедневно получать новую крутейшую информацию. Отдельные фундаментальные продвинутые классы, классы для детей, семинары и целые блоки тренировочных программ. Свежих и актуальных тренировочных программ, техник и концепций. Андреа Гальбао, Джонатас Грейси, Энди Мурасаки, Джордж Хингер, Халк, Лукас Пинхейра и другие топы делятся своим опытом и методикой преподавания. Идеальный продукт для джитсеров, который ищет самого быстрого и уверенного пути развития. Чрезвычайно полезно для тренеров, которые стремятся вывести свой тренировочный процесс и результаты своей команды на топовый уровень. Новое видео на каждый день. Вчера это проходили в Атосе, сегодня вы смотрите это в нашем специальном закрытом разделе. Материалы собираются кучей, он сортируется по темам, папкам и плейлистам. Чтобы получить доступ к этому постоянно обновляющемуся архиву, зайдите в раздел «Товары» или «Услуги» в группе BZG Freaks и получайте информацию непрерывным потоком. Вы не останетесь равнодушным. Да и ценовые предложения чрезвычайно выгодны. В минувшие выходные в Абудабе прошел пилотный ивент нового профессионального грэплинг-промоушена ADXC. Надо сказать, ожидаемый ивент, ожидаемые, да не совсем оправдавшие ожидания. Несомненно, все красиво, по-взрослому, в клетке, с делением на раунды, новые правила и новый аспект борьбы у стены. На мероприятии все свои. Андреа Гальвао, как близкий друг организации, первым делом вписал в карт всех своих. Свою, надо сказать, талантливую дочурку и своих топов, среди которых Джонатас Грейси, Густава Батиста и Луиза Монтейра. Все матчи-события уже смотрят и пересматривают подписчики сообщества BZG Freaks ВКонтакте, а мы вам коротко расскажем о результатах. Сабмишинов было немного, но те, что были, выглядели весьма убедительно. Первым распаковал коробочку сабов Большой Дэн Монасоу, несмотря на то, что к этому моменту он уже стал чемпионом EDC Trial и отобрался на EDC World's, он выступал в прилимах и не стал тянуть кота за то, что предназначено для лизания. Финишировал оппонента Хиллхуком. Следующий сабмишин исполнил Филиппе Эндрю, закончив свой матч треугольником, за что получил аплодисменты от публики и поцелуй от своей возлюбленной и прекрасной трофей из оргстекла от организаторов турнира. Представитель европейского грэплинга и ММА Марчин Хейлт рычагом локции буквально как по учебнику финишировал Гурама Кутателадзе. Ну и мейн-эвент, проходящий в режиме полного доминирования Ньюмана Грейси, также закончился классическим сабмишином. Дядя Ньюмана Рензо Грейси был доволен, хоть и сделал вид, что победа Грейси это как бы само собой разумеющийся факт. Луиза Монтера и Натали Рибейра все раунды игрались в футлокеров в ГИ в отношении полной взаимности, но победа досталась Луизе. Джонатас Грейси встретился с Натаном Чуэнгом. Похоже, Натан совсем не тренируется на ЛГИ, посему схватка вышла скучноватой и закончилась победой представителя команды АТОС. По-настоящему заставил нас поволноваться Талисон Саарес. Изначально нам, да и возможно самому ему казалось, что это будет легкая победа над арабским черным поясом за Эдом Алкасири. Но АРА показался хорош, и все раунды матча прошли в серьезном противостоянии спортсменов и нервозном напряжении зрителей. Но победу таки отдали гостю Эмиратов. Талисон аж сплясал от радости и облегчения, что так благополучно для него все закончилось. Я сам удивляюсь, но, пожалуй, лучшей встречей можно назвать матч Таяни Порфирио и Джованны Яро. Обычно схватки Порфирио это традиционная для тяжей скука, тягомотина и американо из сайд-контроля. Но в этот раз мы увидели Таяни обновленной, похудевшей и получили дикое удовольствие от безумного хода поединка. Неплохой матч разыгрался между Хукаги Фабриси Андреем и Марсио Андре. В принципе, прошел бодро, и Хукаги отметил свою победу ритуальным танцем. Вообще не удивил поединок Сайборга с Антоном Миненко. Удивил выбор соперника Сайборгу, но хэзэ не нам решать, как говорится. Антон начал бодро, но ко второй половине сражения немножко сдал, вымотался, и старый конь Сайборг забрал свою победу, в очередной раз доказав, что есть порох в пороховницах, да и ягодицы по-прежнему крепки. Несмотря на то, что некоторые встречи и вовсе не достойны упоминания в нашем выпуске, самым скучным поединком мы называем встречу Исака Боэнси и Густава Батисты. И Исак как-то сразу воспользовался новыми преимуществами, которые дают стен к клетке, прижал беспомощного Батисту и выжидал окончания раундов. Да, так похоже прижал, что Батисте срочно нужно было поменять штаны перед вторым раундом встречи. Дальнейшие раунды проходили фактически по тому же сценарию. Боэнси прессовал Батисту у стеночки, и только в самые последние секунды поединка они поменялись ролями. Но на результат матча это уже никак не повлияло. Победа за Боэнси. В общем, будем считать, что презентация события состоялась, и будем ждать следующих ивентов от ADXV с еще более громкими именами в карте. РГСА недавно сообщили об очередных дополнениях и изменениях в своде своих правил. Теперь на турнирах рок-н-роллинг в категории ноу-ги у профессионалов-адалтов можно будет выступать голышом. Ну, в смысле, по голому торсу. Михаилу Панкову эта инициатива точно понравится. Ну, вы же помните. Не упущу возможность подемонстрировать свое сальное пузо на всю арену, потому что, ну, блин, бороться в одних шортиках тоненьких. Это прям самое кайфы. Мне это очень нравится, я не могу упустить этот момент. Так что готовьтесь смотреть. И действительно, до сдачи прекрасно рифмуется с Гачимучи. Ждем шедевров народной поэзии. И да, разумеется, ждем нововведений и в правилах женских дивизионах, тех самых, которые сделают наш спорт еще более привлекательным, зрелищным, смотрибельным и массово популярным, в том числе и у телезрителей. Владимир Путин поддержал инициативу о проведении парадов физкультурников на Красной площади, по аналогии с теми парадами, которые проводились в СССР в периоды 30-60-х, кажется, годов. Я думаю, будет интересно и зрелищно большой и дружной толпой адептов бразильского джиу-джитсу проползти креветками и шолдер-роллами по мостовой Красной площади с сравнением налево в сторону мавзолея Владимира Ленина. Прекрасное было бы зрелище. Так что готовимся. На Красную площадь вступили колонны спортивных обществ, профсоюзов, представители всех профессий. Да, кстати, в это воскресенье пройдет 27-й ивент Суперлиги до сдачи и борьба будет за новую коллекцию медалей. Конкретно в этот день все желающие и жаждущие сразятся за медальку с Риксоном Грейси. И несмотря на небольшую опечатку в его фамилии на этой медали, медаль все равно имеет историческую и коллекционную ценность. А пока Анастасия Алексеевна воспитывает детей, вспомним еще, что в минувшие выходные в Санкт-Петербурге прошел очередной рок-н-роллинг по-питерски. Турнир прошел, прошел хорошо, оставив довольными победителей и недовольными проигравших. А наша пока маленькая команда БЖФрик заняла на нем третье почетное место в командном зачете. Следите за анонсами всех стоящих турниров по тегу BGF Календарь ВКонтакте. Евгений Чехов, он же Евгений Вадимович, он же профессор Касторнов изменяет условия посещения открытого ковра OpenMata в Prime Jiu-Jitsu. Евгений Вадимович изволили решить, что теперь за посещение открытого ковра в Prime Jiu-Jitsu будут платить исключительно белые пояса, ибо именно для них это особо ценный опыт побороться с ребятами уровнем постарше. Ну а ребята с цветными поясами могут совершенно бесплатно посещать OpenMata Prime Jiu-Jitsu и совершенно бесплатно могут потоптать белых поясов, наваливая им опыта. Салют. Я решил заставить белых поясов платить. В общем, теперь на дни борьбы все могут приходить бесплатно, если это не белые пояса. В чем логика? Белые пояса это самые непредсказуемые ребята. Они заплатить должны не только кровью и потом, но и деньгами за то, чтобы побороться с элитными цветными поясами. Потому что цветные пояса, ну, уже там заплатили своим тренерам достаточно, чтобы тренироваться бесплатно. Поэтому всех жду на днях борьбы по субботам в 13.00. Но если вы белый пояс, я вас тоже жду, но за 500 рублей. За сим на сегодня все. Заканчиваем выпуск ньюзостей, которые мы сляпали буквально на коленке. Опять же, с наилучшими пожеланиями, хорошо кушать и маму слушать. Уссс и все такое. При производстве этого контента используется свежее говно. Конечно, им и так забита лента, зато оно и не запрещено. Зато оно, зато оно, зато оно, зато оно, зато оно и не запрещено. Спасибо. 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 Спасибо.